Вчера Путин очередной раз стал царем России. Я говорю слово царь умышленно, это не оговорка. В России действительно сейчас формально абсолютная монархия. Путин в пятый раз положил свою руку на Конституцию Российской Федерации, сказал, что времени на раскачку нет. И в принципе все, кто правили Россией до него, великие правители, выбирали один путь. Путь, приоритет, Родина. Про все остальное нужно забыть. Кроме этого, Путин говорил, что мы уверенно смотрим вперед и вместе победим. Чего нам ожидать ближайшие шесть лет, если эти шесть лет пройдут под правлением Путина, если этот срок не закончится раньше по тем или иным причинам, давайте обсудим с советником главы Офиса Президента. Михаил Михайлович Подоляк подключается к нашему эфиру. Михаил Михайлович, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый-добрый день. Как вам вчерашний Путин? Скажите, что вас удивило, что вас не удивило? Как-то скучно вроде было, все предсказуемо, но все-таки из того, что я отметил, патриарх Кирилл как-то даже не сдержал, кажется, себя и своих эмоций, сказал, что он желает править до скончания века Путину. Какая-то шизофрения, честно говоря, с одной стороны. А с другой, на что нам стоит обратить внимание? Вы так удивляетесь, как будто Россия непредсказуемая страна. Мне кажется, здесь все очень четко, понятно. Это абсолютно конкретная коронация царя. Безусловно, никаких там президентских выборов не было. И, соответственно, никакой это не президент. Это абсолютно очевидно. Не было никакой конкурентной электоральной борьбы. И вообще, в принципе, вы понимаете, насколько абсурдно говорить и называть Путина словом президент. Человек пятый срок находится у власти. Я даже не беру тот перерыв небольшой на медведевское присутствие на президентском троне. И, соответственно, как бы называть человека, что он избран, он понимает, что такое демократия, он понимает, что такое современное устройство государства, что такое конкурентная борьба и так далее. Это нелепо. Ну, такой классический пахан, классический царь, который абсолютно предсказуем в следующем. То есть он говорит, что Российская Федерация будет постоянно находиться в состоянии войны в разных форматах. Но в состоянии войны обязательно. То есть это будет государство, которое будет все время иметь ухудшающийся уровень жизни, существенно, стремительно ухудшающийся уровень жизни. Но при этом он всегда будет кому-то угрожать. И за счет вот этой внешней экспансии, еще раз подчеркиваю, в разных форматах, смогут контролировать внутреннее пространство в России. То есть это такая страна-лагерь. Все на войну, все на борьбу. То есть и производство милитарное, и мобилизации постоянные. И, соответственно, агрессии разного толка. И киберагрессии, информационной агрессии, пропагандистские агрессии. Ну и, понятно же, горячие войны, спецоперации и так далее. И все это будущее, ближайшее будущее России. Вы хорошую ремарку сделали. Если она досидит до конца срока, вряд ли. Это безусловно, потому что с такой концепцией, концепция «мы против всех, мы воюем, мы убиваем, мы насилуем международное право», долго протянуть нельзя. Потому что если вчера это маскировалось, то есть Российская Федерация делала вид, что она придерживается каких-то там декорированных псевдодемократических процедур, что она готова жить по определенным глобальным правилам. То есть она разделяет уже международное право, международное гуманитарное право. То есть сейчас она отбросила все эти маски. Это классическое, смотрите, вот здесь очень четко нужно дать правильное определение России. Это классическое нацистское государство. Существование нацистское, подчеркиваю, потому что существование которого определяется, с желанием воевать с кем бы то ни было и за счет этой войны продолжать контролировать территорию, конкретно где находится Российская Федерация. Что касается выступления этого субъекта по фамилии Путина, оно абсолютно предсказуемо. Единственная хорошая ремарка это то, что РПЦ однозначно говорит о необходимости ужестощения внутренней реакции. Внутренней реакции, подчеркиваю, нужна опричнина, нужна стилистика Ивана Грозного, то есть нужно более жестко убивать оппонентов на внутреннем рынке, то есть 20-30% должны либо быть посажены, либо быть депортированы, либо быть уничтожены, и соответственно церковь будет, Российская Православная Церковь, будет в этом принимать максимально активное участие. Ну и главное, главное это то, что нужно понимать, что никакой конкурентной политики в России в ближайшее время не будет все вот эти белопальтошные иллюзии диссидентствующих оппозиционеров российских, они абсолютно оторваны от реальности, и они точно не будут влиять на то, что будет происходить в Российской Федерации. Ну и кроме всего этого, абсолютно точно понятно, что эта система легко обрушится, как любые подобные системы, которые находятся на кульминационном этапе своего развития. Это абсолютно беспреспективное развитие Российской Федерации, то есть это страна, которая закукливается, она точно не станет другой, она точно не станет конкурентной. Это абсолютно такая оторванная веть в человеческой цивилизации. И единственный способ окончания таких стран – это внешнее поражение. Это несомненно уже. То есть никаких внутренних революционных процессов не будет. Но, еще раз, так как вертикаль очень хрупкая, субъект Путин, он абсолютно нереалистично смотрит на то, что делает в России, и что такое современная конкуренция, опять же, то, соответственно, внешние поражения приведут к резкому падению внутреннего контроля. То есть это все система, которая развалится в считанные дни. Но для этого, к сожалению, нужно все-таки обстоятельные поражения России на линии фронта. Путин сказал вчера, в принципе, очевидную вещь, но, тем не менее, предлагаю ее разобрать. Он сказал, что россияне – великий единый народ, и вместе мы преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное, вместе победим. А что он вкладывает в это вместе победим? Он больше обращается к россиянам, к элитам. И вот как сейчас Путин видит, пускай неосуществимую, но вот эту победу? Или ее нет? Или это просто, знаете, как у самурая нет цели, у него есть путь? Вот так и у России есть путь – это война, и не более. Путин и путь самурая – это две большие разницы. Путин примитивен, он абсолютно точно говорит конкретную вещь, он хочет коллективной ответственности за массовые преступления. Мы победим, мы будем делать, мы будем атаковать, мы будем воевать. Это вся попытка перенести свои вот эти безумные идеи, скажу так, в данном случае мы говорим об Украине, захвата Украины, перенести на какое-то коллективное, бессознательное, укоренить его, что это было принятое общее решение, общенародное решение. Ну, мы видим, конечно, что подавляющее большинство граждан России, находящихся внутри России, они поддерживают вот эту геноцидного типа войну, да, вот эту животного типа войну и так далее. Да нет, насчет победы – это очень конкретная вещь. Для Путина очень важно не проиграть, как это непродоксально звучит. Что это значит? Это значит остаться на оккупированных территориях, это значит не нести ответственность за преступления, ну, то есть это значит не выплачивать никакие репарации, это значит сидеть за глобальным столом, опять же, в виде переговора. Вот почему все время появляется эта дикая концепция переговоров, мы вас тут режем, но давайте мы будем с вами вести переговоры, потому что это заболтать ситуацию, это заморозить конфликт. Для него вот это является, безусловно, ключевая цель, изначально цель этой войны была, вот все эти там деноцификации, это все миф, да, то есть безусловно этого не было. А основная цель была – это полное, тотальное уничтожение территории, ну, то есть, грубо говоря, оккупация классического такого максимально геноцидного, еще раз подчеркиваю, толка, да, то есть, когда большая часть людей должна была бы быть уничтожена, большая часть людей должна была бы быть депортирована, те, которые бы остались на территории Украины граждане Украины, ну, они бы тогда уже не считались гражданами Украины, они бы выполняли функцию такого людей, там, третьего сорта, которые должны там все время проходить через покаяние перед великой российской нацией. Вот это план был, безусловно, и такой, тут точно такой же план, который ставила в свое время нацистская Германия в начале, в середине, вернее, сороковых годов, и, соответственно, вот Россия идет по этому пути. Но для Путина важно, чтобы ответственности за все это не было, да, вот он это теперь будет считать победой, то есть он понимает, что взять под контроль, оккупировать всю территорию Украины не получится, для этого придется там положить, наверное, там, десяток миллионов людей, я не преувеличиваю, потому что с учетом типа войны, которую он ведет, эта война ресурсно затратная, но, опять же, чем он воюет? Он воюет количеством мобилизованных, да, то есть самым бесплатным, на его взгляд, ресурсом, потому что снаряд стоит денег, ракета стоит денег, а человека можно взять там из глубинки, это, кстати, говорит о великом русском народе, можно взять его, дать ему 100 тысяч рублей, отправить на войну, следующего взять и так далее, и тому подобное, это бесплатный ресурс. И, соответственно, вот Путин сейчас настаивает на том, что, смотрите, мы все вместе приняли решение, давайте теперь мы все вместе будем упремся вот этим классическим русским рогом в землю, да, и будем не проигрывать эту войну, иначе нас всех разотрут там в Гааге, где угодно и так далее, и тому подобное. В этом здесь, опять же, все предсказуемо. Я не вижу каких-то, не вижу никакой новизны в том, что делает российская пропаганда. Да, ее очень много, ее масштабно заметно, да, и, соответственно, то, что говорит Путин, он это постоянно повторяет в разных там итерациях, в разных, скажем так, лингвистических формулировках, но, как правило, в итоге всегда звучит, нас обманули, нас опустили, поэтому мы теперь должны объединиться и защищаться. Вот у меня на груди сейчас в день памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне МАК, да, который символизирует, собственно, кровь, потери, но, к сожалению, мне кажется, вот этот слоган, который мы все повторяли несколько лет, Николы снова, да, никогда снова, он не сработал с россиянами, и вы сказали такую, ну, мне кажется, важную вещь, что довольно очевидно то, что будет делать Путин дальше. Скажите, а Европа понимает вообще, что сейчас фактически зарождается вот тренд на будущий мировой хаос, если не будут приняты ключевые решительные действия на том же саммите НАТО, если мы не перестанем слышать о каких-то планах и действиях, которые мы должны выполнить. Ведь за 1938 годом всегда идет 1939, если это начало только ближайших лет правления Путина, то дальше будет эскалация, и действительно будет мировая война, как бы кто-то его не хотел. Кто-то слышит, понимает, видит, кто-то продолжает жить в иллюзиях. У нас абсолютная калька действительно 30-х годов, у нас абсолютно точно сегодня в политической жизни, в глобальной политике присутствуют и Деладье, и Чимберлен. И, к сожалению, в 2014, именно Деладье, в 2014, я не ошибаюсь, именно Деладье и Чимберлен, они, правда, тогда носили другие фамилии, приняли все необходимые действия, которые поощряли дальше агрессию Путина, ну, то есть формировали из него то существо, которым он сегодня является, и, соответственно, поощряли российский нацизм. Давайте все-таки объективно узнать, в чем проблема? Проблема неправильного осмысления истоков природы Второй мировой. То есть все четко зафиксировали вину, абсолютно доказанную вину, скажем, того же Гитлера, то есть той же нацистской Германии, но абсолютно все проигнорировали вину, которая лежит на Советском Союзе за становление вот этой нацистской системы в Германии, стоит за становлением этого Советского Союза, и у него после распада Советского Союза, кстати, в 89-м году, который начался, вот эта накопленная злоба, обозленность, знаете, то есть это то же самое, что происходило с Германией накануне прихода национал-социалистов к власти, то же самое и в России. То есть они в 91-м году, когда все это там рухнуло, ГКЧП рухнуло, они абсолютно точно, вот эта группа людей, которые сегодня управляют Россией, она накопила вот эту обиду, затаила злобу, и она ее сейчас реализовывает. А так как у них нету исторических примеров другого типа, как себя вести, вот они абсолютно точно выбрали для себя модель классического нацизма. И, к сожалению, в Европе все еще продолжают, вот смотрите, давайте будем справедливыми, в Европе все еще продолжает быть большое количество людей, которые считают, что на России можно продолжать зарабатывать деньги. Ну мы видим, да, европейские, американские компании спокойно торгуют с Российской Федерацией, говорят, ну подождите, ну это же бизнес, ну как же, мы в 21 веке и так далее. В Европе все еще идет дискуссия о том, нужно ли действительно заставить агрессора, который абсолютно точно обнулил международное право, вышел из-под юрисдикции этой, нужно ли изымать его активы, 380 миллиардов евро, и профинансировать контр-войну против этого агрессора. На полном серьезе говорят, ну как же, это ведь будет пример другой странам, что вот активы можно изъять. Да, это будет правильный пример другим странам, что если ты нарушаешь международное право, если ты его ломаешь, если ты выходишь из-под действия международного права, то тогда оно на тебя не распространяется. И другие страны будут понимать, что всегда есть инструменты наказания, инструменты принуждения к тому, чтобы ты играл по правилам, по тому же международному праву и так далее. Вот это, для меня это выглядит просто кощунственно, когда кто-то говорит о том, что нет, замороженные активы, пусть вот они просто лежат, когда-нибудь там Россия их заберет и так далее. И, конечно, это стимулирует агрессора. Дальше мы видим вот присутствие на инаугурации, ну или на коронации, давайте называть вещи своими именами, присутствие некоторых европейских стран, представителей некоторых европейских стран, особенно одна из этих стран, которая активно сегодня говорит о том, о возможности присутствия внутри войны иностранных контингентов, это выглядит очень странно. Вы занимаете одну позицию или вы занимаете противоположную позицию, вы не можете одновременно, сейчас перейдем к другому, к Парижской Олимпиаде, вы не можете одновременно говорить, это геноцидная война, это очень ужасно, когда ракеты летят в гражданское население, и в то же время говорят, нет, пожалуйста, пусть российские спортсмены прилетают в Париж, и пусть они здесь соревнуются. Действительно, они ведь должны говорить о том, что их государство очень эффективно убивает граждан другой страны, и это, наверное, нормально, и так далее. То есть, понимаете, вот эта двойственность, она опять же поощряет и поощряет Путина, ну, то есть, грубо говоря, Российскую Федерацию. Если нету наказания, если нету изоляции, Путин сидит, условно, ну, его представитель сидит в Совете Безопасности, постоянно, мы собираем внеочередное заседание Совета Безопасности, мы хотим сказать, смотрите, в этой войне Украина позволяет себе защищать свои территории, а ну-ка запретите ей это делать, не передавайте ей оружие и так далее. И все слушают это. И смотрите, есть страны, которые глубоко понимают, что мы переживаем, даже были страны Балтии, да, но, несомненно, они четко понимают, какие риски эта война несет, что такое Российская Федерация, что это за агрессия, какую кровь проливает Украина, да, и так далее. А есть страны нейтральные, там, Латинская Америка, Африка, Азиатские страны, да, они далеко от войны, и для них какой-то субъект, который на трибуне Совета Безопасности абсолютно легально, в присутствии все говорят, смотрите, запретите Украине, это ведь они на нас напали, на полном серьезе это говорится, то как вы хотите? Вы хотите, условно говоря, чтобы это воспринималось миром, ну, как шизофрения. И, соответственно, это так или иначе толкает Российскую Федерацию на продолжение экспансии. Соответственно, на мой взгляд, еще раз подчеркиваю, сейчас есть полная калька, ну, там, фамилии другие, да, всего того, что происходило накануне Второй мировой войны, которая принесла столько страданий Европе в целом. Вы дипломатично не сказали название этой страны, да, Франция, понятно, мы о ней и говорим. А все-таки почему французы отправили посла нового на инаугурацию Путина? Ведь действительно, Макрон недели ранее говорит о том, что может быть действительно французский контингент на территории Украины. Потом на встрече с Си Цзиньпинем он говорит, что вообще-то никто не воюет с российским народом и с российской властью, никто не хочет смены режима. Так кому верить все-таки? Они реально хотят договариваться с Путиным или нет? Или это просто дипломатические ходы, которые оставляют поле для маневра, так сказать? Как вы это видите? Безусловно, любая страна имеет право на свою национальную политику, определять приоритеты, выбирать те или иные маршруты, да, и двигаться по ним. И действительно, возможно, Франция пытается ставить открытую калитку для того, чтобы вести какие-то разговоры с таким субъектом, как Путин. У меня другой вопрос. Так, о чем вы собираетесь с ним вести? Он конкретно ведет разговор с миром сейчас, международным правом, крылатыми ракетами, гиперзвуковыми ракетами. Он сегодня ведет этот разговор, как вы хотите разговаривать с убийцей манифестного типа. Это серийный убийца. Но вот вы представляете себе, вот есть убийца, у вас есть инструменты юридического характера. В данном случае это передача оружия, в данном случае изоляция, в данном случае это санкции и так далее. Для того, чтобы убийцу заставить нести соответствующее наказание. Но вы же не будете серийным маньяком, который демонстративно режет на улице женщин, детей и так далее, садиться за стол прибыль и сказать, а может быть вы будете брать более маленький ножик и резать людей более щадящим методом, но это выглядит нелепо. Нету никаких переговорных опций для разговора с Российской Федерацией. Еще раз, для чего-то было придумано международное право, для чего-то были придуманы международные правила поведения, для чего-то были построены институты межгосударственного общения в тех или иных международных организациях. Ну и соответственно, если кто-то нарушает, значит с ним нужно соответствующим образом себя вести. И тут должна быть преемственность политики. Действительно нельзя поощрять убийцу на продолжение своей агрессии. Вот все, что касается тех или иных разговоров о России, о том, что нужно, наверное, садиться с ними о чем-то разговаривать, а давайте мы их поприветствуем с тем, что они провели такую потрясающую коронацию пахана в лагерной зоне и так далее, в ГУЛАГе в общем. Давайте мы тут поприветствуем. Нет, это на самом деле политика, которая приведет к еще большему количеству, итоговому количеству жертв. То есть цена войны будет все время возрастать, цена войны, которая будет измеряться в людских жизнях. Да, безусловно, когда ты сидишь далеко от эпицентра войны, не в Украине, ну тебе кажется, что когда она, ну она там, она где-то далеко, мы ее не видим и так далее. Но Российская Федерация открыта, мы об этом начинали с вами говорить. Российская Федерация сегодня полностью перестроена, она не сможет больше существовать в каких-то договорных отношениях. Для нее всегда нужно будет кого-то пожирать, на кого-то нападать, потому что иначе они не смогут контролировать свое голодное, кровавое внутреннее пространство. Они не смогут контролировать людей, которые пришли заливать кровью другую суверенную государство. И получили здесь что? Получили здесь возможность безнаказанно убивать в любых видах, в самых извращенных. Получили здесь возможность грабить в любом объеме. Получили здесь возможность оседать на чужих территориях, да, ну то есть захватывать квартиру, то, что происходило в Крыму, то, что сейчас происходит по побережью Азовского моря и так далее. Но как вы хотите потом этих людей вернуть и сказать, смотри, теперь ты будешь работать за очень низкую зарплату в депрессивном регионе. Он сказал, да, конечно, я тут резал людей, мне это очень нравится, теперь я буду работать, у вас здесь неизвестно где, неизвестно кем. Конечно же нет. И плюс агрессивная пропаганда. Но они не смогут вернуться к адекватному информационному полю без, безусловно, внутренней революции. Потому что, ну как вы себе представляете, вот всех этих оголтелых пропагандистов российских, которые говорят резать, убивать, сжечь, резать, убивать, сжечь, что они вдруг стали шелковыми и говорят, смотрите, мы должны с миром сотрудничать, мы должны с ними обмениваться товарами, мы должны покупать технологии, мы должны идти на уступки, подписывать компромиссы и так далее. Как вы себе все это представляете? Всего этого нет. Такие войны не заканчиваются компромиссами, я неоднократно говорил, такие войны заканчиваются обязательным поражением агрессора, если мир хочет иметь предсказуемое будущее. Окей, Михаил Михайлович, давайте поговорим про саммит мира в Швейцарии. Напомню, аудитории 15-16 июня он должен пройти в швейцарском городке. Значит, пригласили туда Папу Римского, представители Швейцарии, да, в принципе, ну очень правильно, потому что Папа Римский имеет очень большую аудиторию поклонников, если можно так сказать. Вот я смотрю ваше интервью недавно, да, вы говорите, что одной из целей этого саммита мира должно стать объединение вокруг инструмента дипломатического, информационного и политического давления на Россию. И я хочу вам поставить вопрос, чтобы что на выходе? Чтобы Россия все-таки села за стол переговоров? Все-таки какой-то инструмент мы нашли для того, чтобы Путин согласился на условия саммита мира? Вот объясните, чтобы аудитория понимала, что есть какой-то план, и вот как мы будем действовать дальше? Очень простой план. Первое. Единственный путь к миру – это формула мира, где четко сказаны позиции. Второе – это количество стран, особенно те, которые не входят в клуб Ромштайн, а более широкое представительство. Это страны нейтрального пояса, они должны осознать природу этой войны. И разрушительные последствия, если эта война неправильно, будет финализирована для международного каркаса взаимоотношений. Третья составляющая – это полноценная изоляция России. То есть, когда страны это осознают, они начинают дистанцироваться от России. И тогда цена войны для России резко возрастает. И, соответственно, у того же Путина возникает дилемма. Либо он полностью опускает свою страну, и она в любом случае будет добита. Либо он действительно принимает условия саммита мира, а там будет четко зафиксирована территориальная целостность, субъектность, суверенность Украины и так далее. То тогда, соответственно, он выводит свои войска. Но вы понимаете прекрасно, что ключевым аргументом принуждения Путина являются тактические поражения российских вооруженных сил по линии фронта, по линии соприкосновения. Российская Федерация — это раздутое эго. То есть, пока они вот то, что делают сейчас, пока они имеют еще ресурсы количественно продвигаться на километр хотя бы вглубь территории Украины, ну, имеется в виду давить там, независимо от количества потерь, которые они несут, то они, соответственно, и будут продолжать надуваться. Вы с ними не сможете разговаривать, потому что они будут считать, что они имеют сегодня сильную позицию. Поэтому здесь прямая взаимосвязь. Первое. Страны должны для себя принять, что да, мир может быть только справедливым. Да, мы готовы изолировать Россию, мы готовы более жестко подходить к санкционному давлению, меньше торговать, меньше обращать внимания на Россию. Это важно, это дипломатия, это информация, это контрпропаганда. А с другой стороны, опять же, поражения тактические по линии фронта действительно могут принудить Россию осознать нелепость своего существования, если так можно сказать. Хотя, ну, в России осознать — это очень сложное понятие. То есть, в том числе, если я правильно понял, саммит мира должен объединить, консолидировать его участников в понимании того, что через военную поддержку Украины можно как-то повлиять на позицию России. Это самое главное, правильно? Единственная, да, возможность повлиять на Путина — это его несомненная потеря уверенности в том, что силовым образом он может получить какие-то доходы от этой войны. Вот так это выглядит. Я понял. Хорошо. Хочу вас спросить о гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов Америки. Пока их не подписали, есть информация о том, что до конца месяца должны быть согласованы основные позиции. Уже не первый месяц они обсуждаются. В чем проблема, скажите, и какие у нас надежды на это? И, собственно, какого вида документ мы хотим получить, чтобы это не было просто какой-то опять билетристикой? Гарантии безопасности выглядят как юридически оформленные документы, где расписано четко объемы помощи военной, прежде всего финансовая составляющая, как она будет финансироваться, эта помощь, и календарные планы. То есть в течение какого времени эта помощь может приходить в Украину. И, соответственно, так как Соединенные Штаты это гораздо более объемный с военной точки зрения потенциал, то есть наиболее объемное количество оружия есть у Соединенных Штатов, которые могут быть в распоряжении в том числе Украины, то, конечно же, эти гарантии более объемные получатся. Имеется это со стороны Соединенных Штатов, чем с другими странами, которые менее заметны на глобальном рынке тех же вооружений и так далее. То есть, соответственно, здесь нужно скрупулезно прописать, какие объемы оружия, с учетом такой интенсивности, сейчас же есть опыт у нас объема войны. Это не какая-то абстракция, здесь конкретная война, конкретные ресурсные затраты в этой войне, то есть видно сколько чего, на какие сроки нужны Украине. Вот это все нужно скрупулезно прописать. Как прообраз можно сказать, что вы же видели, насколько эффективно можно в коалиции защищать, например, в пассивном варианте небо. Мы увидели это на примере Израиля, когда там 300 ракет, практически такая же атака, которую ежедневно применяет Российская Федерация, сочетанная атакой ракетно-дроновая. Вы же увидели, что против такого типа атак можно эффективно в союзных форматах работать. Вот хочется построить такую пассивную защиту со стороны партнеров, в том числе и прежде всего со стороны Соединенных Штатов, учитывая необходимое количество ресурсов, которые нужны Украине, учитывая стоимость этих ресурсов и учитывая сроки, чтобы у нас не возникали такие ситуации, которые были в течение практически более чем полгода, если там точнее говорить, это восьми месяцев, пока у нас нарастали дефициты на поле боя, при том, что Российская Федерация спокойно брала у тех же Северной Кореи, у того же Ирана дополнительные инструменты для давления на Украину. Вот это все прописывается, еще раз подчеркиваю, потому что это все-таки гарантия безопасности юридического толка, документы, то есть там это все прописывается, сверяется, и, соответственно, сторона, которая является партнером Украины, берет на себя количественные обязательства, что очень важно. Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, если коротко процитировать главу нашего государства, то была заинтересованность Украины в добрососедских отношениях, очередной раз подчеркнуто, и в развитии сотрудничества в области торговли, энергетики и логистики. Ну, понятно, как бы, партнер очень сложный, партнер неоднозначный. Получается ли у нас действительно склонять венгров к проукраинской позиции? Ведь иногда кажется, что Орбану вообще наплевать на любую консолидированную позицию Запада. Где есть деньги, там и он. Не будет денег, значит и Орбана не будет. Или не совсем все просто? Не совсем так. Орбан все-таки политик, скажем так, очень опытный. И его интересы находятся внутри Европейского Союза. Это несомненно. И поэтому с ним нужно вести переговоры, как и с премьером Словакии и Фитца. Они в любом случае заинтересованы в максимально доступных технологических, финансовых европейских рынках. Безусловно, они пытаются еще, исходя из своих национальных интересов, получить что-то с той же Россией. Это понятно. То есть ведут себя соответствующим образом. Но тем не менее, еще раз, для Украины важно, что это две страны-члены Европейского Союза. Что это страны, которые так или иначе придерживаются европейских интересов. В любом случае. Что эти страны в любом случае будут заинтересованы в том, чтобы Европейский Союз процветал. Потому что от этого будет зависеть их доходность. То есть их прибыли, которые они будут получать внутри этого Союза. И безусловно, с ними нужно разговаривать. Как только, еще раз подчеркиваю, как только будет другая ситуация по линии фронта. И будет понятно, что Россию можно дожать в полном объеме. В полном смысле этого слова вы увидите, на мой взгляд, абсолютно конкретное изменение настроений публичных выступлений со стороны и ФИЦа, и Орбана. Что касается прямого сотрудничества между нами и Венграми. Ну, безусловно, оно у нас есть. И, безусловно, Венгрия заинтересована в максимальном наращивании взаимной торговли. В том числе и в энергетической сфере. Есть определенные программы, которые реализуются. Они годами реализуются и так далее. То есть, еще раз, все страны имеют свои национальные экономические интересы. И под эти интересы, безусловно, они готовы вести те или иные переговоры. И, собственно, Украина этим пользуется. Для нас еще важно, чтобы все-таки информационно страны, особенно те, которые относятся к европейскому поясу, четко понимали природу войны, четко понимали последствия неправильных финалов таких войн. Четко понимали, что если бы была правильно финализирована начальная стадия войны 2014 года, то сегодня Европа была бы в гораздо более безопасностном формате. существовала в более безопасностном формате. Все это нужно проговаривать. Еще раз, это мы с вами находимся внутри войны и понимаем все, что здесь происходит. А другие страны живут своими интересами часто. Кто-то более проникший симпатия к Украине, конечно же, глубже понимает все, что происходит в Украине. Кто-то больше зациклен на собственных национальных интересах. В данном случае мы это именно видим. Но опять же, для Украины, если она хочет быть субъектной, нужно научиться, а Украина сейчас это делает, нужно научиться вести жесткие, мягкие, любые переговоры с потенциальными партнерами или с потенциальными контрагентами и так далее. Единственная страна, с которой, безусловно, до момента ее силового подавления переговоры вести бессмысленно, это, конечно же, Россия. Я имею в виду с теми странами, с которыми мы так или иначе связаны сегодня. С Россией мы связаны войной. И, соответственно, с Россией, если вы хотите что-то получить за столом переговорным, я сразу так скажу, то сначала вы должны силовым образом доказать ее несостоятельность. По-другому не работает в этом случае. Вот читаю интересную новость. Армения решила не участвовать в финансировании деятельности организации договора о коллективной безопасности ОДКБ, которую фактически, де-факто, возглавляет Россия. По словам Бадалян, это предсекретарь Армянского министерства иностранных дел, Армения воздержится от участия о договоре коллективной безопасности 2024 года по бюджету. Интересный поворот. Спрошу вас коротко, что вы думаете, почему Армения так поступает? Есть ли какая-то перспектива, что Армения действительно продолжит европейский вектор развития, учитывая то количество угроз, которые несется от Российской Федерации сейчас? Использует ли она это к тому возможности, пока Россия, скажем так, занята Украиной? Ну, давайте с этого начнем, потому что второй вопрос. Если коротко, Армения, безусловно, переосмысливает то, что происходит в ареале этой страны. Ну, то есть она видит роль Российской Федерации, абсолютно неоднозначную по отношению к Армении. Армения понимает, что все союзы, которые Россия организовывает, направлены, они мертворождены для других участников этих союзов, кроме России. То есть Россия их использует только в своих интересах. И Россия всегда в ключевой момент, в сложные моменты, либо придает, либо нож в спину. Мы с вами сами были свидетелями этого неоднократно в нашей истории, то, что Россия делает и так далее. Просто, мне кажется, умирает полностью, окончательно умирает Советский Союз. Потому что все эти ОДКБ, СНГ, все это мертворожденные дети Советского Союза. Абсолютно нефункциональные, бесполезные. И Российская Федерация за счет таких вот мертворожденных построений, институций, надувалась для того, чтобы на глобальном политическом пространстве вести себя как наследник, правоприемник СССР, неоимперия такого типа и так далее. Я не вижу в этом никакой целесообразности. Опять же, возвращаемся к ключевому тезису. Для того, чтобы окончательно похоронить Советский Союз с этой вот концептуальностью насилия как таковой, и правоприемником, чего является абсолютно точно Российская Федерация, она заимствовала самые грязные, мутные, черные страницы советской истории. Хотя, честно говоря, я там не совсем вижу, что там было белое и пушистое в этой истории. Но, тем не менее, соответственно, Россия должна еще раз подчеркивать, для того, чтобы похоронить вот этот Советский Союз, то, что не было сделано в 91-м году в полном объеме, то, что не было тогда сделано, не было проведено. Это страна через покаяние, через осознание своей исторической вины, в том числе и в расцвете нацизма во время Второй мировой, или в ренессансе этого нацизма сейчас на территории Российской Федерации. Вот для этого, опять же, Россия должна потерпеть обязательно поражение. Тогда мы увидим совершенно фундаментальную трансформацию всего постсоветского пространства. Многие страны перестанут вообще обращать внимание на такие абсолютно ненужные институции, как ОДКБ или СНГ, опять же, или таможенные эти союзы. И, соответственно, мы увидим перестройку внутри Беларуси, мы увидим окончательное освобождение от этого российского гнета Грузии, которая, к сожалению, сейчас в очень тяжелом положении, несмотря на качественные трансформации своей государственности в свое время, мы увидим абсолютно точно перерождение той же Армении, Казахстана и так далее и тому подобное. Но для этого нужно обязательно обеспечить российский проигрыш для того, чтобы с постсоветского пространства окончательно снять вот эту российскую или неосоветскую удавку. Михаил Михайлович, последний вопрос ему будет. Вот читаю, опять-таки, интервью президента Италии. Он говорит о том, как видит окончание войны. Такой солидный уже мужчина, Серджио Моторелло. Он говорит, что Италия, которая председательствует J7, и многие международные партнеры выступили в защиту на Украину, чтобы поддержать принцип солидарности с государствами, которые были подвержены нападению. И вот что он говорит важно. Может быть мир только тогда, когда у Украины будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность страны, а не будет вознаграждена Россия за агрессию. Как вот это все коррелируется, скажите, буквально днем ранее? А нет, даже в один день это заявили. Глава МИД Италии Антонио Таяни сказал, что оружие, которое передает Италия, запрещено использовать по военным объектам даже на территории Российской Федерации. Вот как у них это все коррелируется в одних и тех же днях с абсолютно разным подходом? Ну как может страна защититься, не уничтожая военный потенциал России, который может через Китай и через Северную Корею возобновляться просто, ну если не бесконечно, то очень долго? К сожалению, это имеет конкретное определение реальной политики в современном мире, в глобальном политическом процессе. Ну мне нравится заявление Мотореллы, он очень четко, фундаментально правильно говорит. Мир – это когда восстановлена справедливость. Если справедливость не восстановлена, то это абсолютно точно поощрение агрессора на последующие агрессии, акты агрессии. Это несомненно. Почему, собственно, здесь нужно ставить точку вот в этих всех обсуждениях с Россией? Нельзя договориться. Она является безусловным агрессором. И, соответственно, она должна понести за это полное объемное наказание. Военные преступления, преступления против человечности, экономические преступления и так далее, и тому подобное. И это должно быть растянуто во времени еще и. Ну то есть это должно быть чувствительно, больно, долго. Вот что такое справедливость. Все остальное, с точки зрения, можно ли использовать какое-то оружие и так далее, безусловно, страны имеют право высказывать свои позиции. Украина их придерживается, этих позиций. Есть страны, которые не против, потому что они абсолютно понимают, что в рамках международного права четко сказано, что страна, ведущая оборонительную войну, имеет право уничтожать инфраструктуру войны, расположенной на территории страны-агрессора. Это несомненно. Но, тем не менее, мне кажется, что у Украины будет достаточно инструментов для того, чтобы эффективно вести уничтожение инфраструктуры войны на территории Российской Федерации. Понятно. Исчерпывающе. Будем надеяться, что действительно этот риал-политик, как вы сказали, больше склоняется к тому, чтобы показать формально свою позицию. А по большому счету все понимают, что без уничтожения ВПК на территории, которая недалеко находится, от тех же Харькова, Сум, которые каждый день обстреливают, говорить о победе невозможно, и о той справедливости. Михаил Михайлович Подоляк, советник главы общества президента Украины, был в эфире телеканала Freedom. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok